Бонжорно! Вот еще одна неделя у нас подошла к концу и давайте подведем итог данной недели, разберемся, какие сделки мы отрабатывали и, собственно, посмотрим, что по итогу. По итогу у нас минус 189 долларов, да, комиссия придет с кэшбэка, там еще 40 долларов, то есть общий убыток там 150 долларов, но все равно похвастаться нечем, стабильности нет. Видим, что сделок было достаточно много, 61, на PEPA было достаточно много отработок и еще видно, что итоговый проторговый объем тоже у нас уже подрос. Сейчас перед вашими глазами весь список сделок за последнюю неделю, видно, что сделок было много, как я и говорил, были несколько хороших сделок там по чуть-чуть, а также были сделки, где и убыток был большой, собственно, одна большая сделка и стоила по факту всего профита. Если смотреть по истории сделать, как это было, то на истории видно, что в понедельник я отдыхал, в понедельник во вторник был небольшой плюс, в среду был небольшой минус рабочий, в среду был хороший день, все сделки закрылись плюс и в пятницу была тем самым днем, когда общий убыток был минус 300 долларов и, собственно, именно из-за этого убытка и неделя закрылась в минус. Хотя видно, что также вчера, в воскресенье, также было, в принципе, отработано, но если подводить итог, общий суммарный небольшой плюс не смог перебить одного минуса, который был получен в пятницу. Давайте, собственно, разберемся по основным сделкам, какие сделки мы отрабатывали и что к чему. Первая интересная сделка, можно сказать, идейная была на инструменте LDO во вторник, первое, на что обращаю внимание, что у нас был хай, и мы его вот здесь закололи, сняли ликвидность и отсюда пошло движение уже на разворот на объемах вниз. Соответственно, вот здесь была большая проторговка, где были накоплены объемы и, соответственно, если бы мы вылетали вверх, то здесь было бы достаточно много ликвидности, чтобы толкнуть цену вверх. Но видим, что, повторюсь, мы закололи и не пошла, то есть, соответственно, я принимаю решение, что, возможно, весь этот объем, это кто-то фиксировался или просто набирали спекулянты. Что я хочу? Я хочу, чтобы цена вернулась в данную проторговку. Вот здесь я открываю шартовую позицию, стоп ставлю через небольшим запасом за новый хай, а здесь новый хай, и тянуть буду куда-нибудь вот сюда на сбор ликвидности, потому что уже ожидаю какого-то шартового движения. Соотношение в такой сделке примерно один к одному, но по статистике, я посмотрел, они у меня отрабатывают в целом больше, чем 50 на 50. Соответственно, математическое ожидание на дистанции положительное, поэтому такие сделки я отрабатываю. Ну и цена вернулась очень быстро, здесь я просто ставил лимиткой, дальше цена начала медленно, но верно вкатывать вниз, и на торможение я просто вышел, и вот так это бы выглядело на дневнике трейдера. Захожу лимиткой, выхожу на торможение, когда мы сняли вот здесь ликвидность. Если посмотреть, как цена пошла дальше, если открыть 30-ти минутку, то видим, что в целом начался большой боковик, прилежка, и мы забрали по факту единственное нормальное здесь движение. Логика была, кстати, видно, что дальше стоп этот в итоге был снят, цена снова заколол, и уже потом был полный разворот по данному инструменту. Еще одна интересная сделка, так называемая, идейная у нас была по инструменту ВУ. Видим, что у нас инструмент достаточно сильно падал, можно посмотреть у нас на историю, что мы очень сильно пролились, посмотрите, насколько сильное движение было в шорты. Да, я понимаю, что я локально буду заходить против тренда, но, собственно, я же не хочу полный разворот данного инструмента, я лишь хочу какую-то коррекцию, которая рано или поздно будет. Смотрите, видим, что вот здесь действительно возросли у нас покупки. Обращаю внимание, что проходят крупные объемы. Это первый крупный звоночек, то есть мне интересует вот эта вот зона, и я смотрю, что будет, когда цена возвращается в данную зону. Давайте посмотрим, как это было. Цена у нас проходит, вы видите, что никакой реакции ретеста не было. Дальше смотрим, что цена у нас начинает снова резко вылетать вверх. То есть уже вот эта зона мне интересна. И если мы с вами прочерчим, как некоторые там трейдеры наклонку, что в данном случае, в принципе, можно сделать, видим, что даже и наклонку мы пробили. То есть все говорит о том, что в данном, вот в этой зоне есть действительно кто-то, либо который набирает просто лонги, либо участник, который до этого очень сильно набирался в шарты, фиксирует свои позиции. Собственно, что я хочу? Я хочу, чтобы цена вернулась вот уже в эту зону. Вот здесь вот я зайду в покупку, а 100 поставлю вот сюда, потому что, ну, опять же, мы заходим против тренда, и надо вовремя выходить. Тянуть я буду куда-то вот сюда на сбор ликвидности. Вот такая вот у меня была идея в голове. Смотрим, как это было. Цена у нас наторговывается, приходит в данную зону, не сильно закалывает вот этот лой. И если посмотреть, как было на 10-м скорине, дальше цена просто улетит медленно, но верно вверх, так скажем, на развороте. Причем, видите, как импульсно она ушла. Логика была. Описание я вам рассказал, что было в моем голове, но есть одно но. Вот на этом вкате, который был, меня высадило по стопу, а дальше цена как раз и улетела вверх. То есть я взял небольшой запас, как я говорил, но его чуть-чуть не хватило, и меня здесь высадил, и по факту убыток в данной сделке был зафиксирован. Но если посмотреть, как это было на истории, я уже сказал, что цена просто пошла вверх, туда, куда я хотел. Вот такой вот неприятный стоп стоил мне хорошего трейда. Еще одна интересная сделка, о которой действительно можно рассказать чуть-чуть подольше, это сделка по инструменту RLC. Обращаю внимание, что у нас вот от этой зоны, где мы в целом находимся не так далеко, было мощное движение, откуда пошли большие покупки, и цена достаточно сильно улетела вверх. Сейчас мы находимся в хорошем нисходящем тренде. Понятно, что сейчас у нас продавцы выигрывают, но давайте посмотрим на пятиминутку. И опять же, обращаю внимание, что вот здесь вот прошли А и объемы, и даже графически видно, сразу бросаются в глаза, как вот здесь резко возросли покупки. Как я говорил ранее, здесь либо тот человек, который шартовал, фиксируется, либо пришел уже тот самый покупатель, потому что мы и в ту же зону вернулись, как я опять же говорил ранее. Поэтому для себя очень сильно отмечаем вот данную зону, и смотрим, что будет, когда цена сюда вернется. Смотрите, цена сюда вернулась, и А3 теста снова дала импульс вверх. Мы понимаем, что действительно, есть большая доля вероятности, что в данной зоне набирается кто-то в ланги, и когда цена произошла сюда еще раз, вот здесь мы расставили свою лимитку, 100 поставили опять же за вот данный лой с небольшим запасом, и планировали взять какое-то импульсное движение уже по факту куда-то вот сюда, возможно сюда на снятие ликвидности. Повторюсь, мы не хотим увидеть полный разворот рынка, мы лишь хотим увидеть какую-то коррекцию, просто ищем хорошую точку входа с хорошим мат ожиданием. Как это было? Цена подходит, она торговывается. Обратите внимание, что также здесь есть шпильки, а шпильки это показывает часто лимитного игрока на рынке, то есть можно было открыться еще ниже, и вот здесь вот уже после третьей шпильки, и высадить какое-то движение с понятным стопом. Вот такое понятное объяснение, пытаюсь вам рассказать, как и что происходило в моей голове. Вот данная сделка, она у нас на одной минутке, видим, что открываемся мы достаточно хорошо, на ретесте данной зоны с понятным стопом, и дальше цена улетает вверх. Небольшое движение, 2%, если смотреть в глобальной картине рынка, мы взяли как раз то, что он говорил, небольшой ретест, но точка входа была понятна, соотношение риска прибыли было тоже понятно, и самое главное, понятно, где было стопиться, и самое главное, взяли почти весь потенциал, и цена дальше улетела вниз, но свой профит мы здесь забрали. Следующая сделка по тому же инструменту RLC, видим, что у нас движение продолжилось, и мы также падаем, возвращаемся на 5-минутку, и снова обращаем внимание на то, что в данной проторговке был накоплен объем, потом был какой-то выход в лонг, какой-то откат снова в лонг, и снова возвращаемся вот в данную зону, где был накоплен первичный объем. Собственно, что я делаю? Ну и еще обращаем на то, что появляются все эти шпильки, возможно, здесь есть лимитный покупатель. Что мы делаем? Здесь мы заходим просто по лимитке, ставим стоп за лой, и планируем тянуть куда-то вот сюда, на снятие ликвидности, чтобы, опять же, было положительное мат ожидания. Но если в первый раз сделка отработалась хорошо, то данная сделка у нас была закрыта по убытку. И еще есть один момент, на который тоже можно обратить внимание и рассказать, что, опять же, многие чертят наклонки. Если здесь прочертить наклонку, да, это будет локальная наклонка, но это тоже работает, потому что даже если чертить на 15-минутке, видим, насколько мы прям идем четко по одной линии тренда вниз. И как раз в данной зоне мы прям эту наклонку пробиваем, и, опять же, это для многих действительно есть сигнал к покупкам. То есть это еще один звоночек для того, чтобы здесь искать какие-то покупки. Но сделка начала вкатывать. Здесь нас забрало по стоп-лоссу, видим, что была хорошая проторговка, но весь этот объем пошел не вверх, а вниз. Поэтому данная сделка была закрыта в убыток, и вот как это было на дневнике трейдера. Видим, что заходим проторговку, как я и сказал, но когда цена полетела вниз, у нас просто закрыло по стопу. Если смотреть на историю, как это было, видим, что цена еще дальше вниз падала, и еще вниз падала, поэтому в целом был понятный, адекватный вход, и понятный, адекватный выход, но в итоге все равно закрылась данная сделка в минус. И одна сделка, которая была совершена по инструменту ПЭПЭ. Инструмент у нас недавно на бирже Бинанс, и в целом мы сильно падаем, видим, насколько сильно шартовое движение, видим, насколько в данной области у нас цена остановилась, появляется она торговка. Если мы переходим на 15-ти минутку, даже, может, давайте на 5-ти минутку, мы видим, что у нас есть чистый уровень, не заколотый, цена к нему поджимается. Я думал, как, что мы его пробьем, будет выход, ретест и снова вверх. Поэтому я планировал набираться чуть-чуть заранее, для того, чтобы высидеть вот этот вот ретест, возможный, как я думал. Но я не учитывал момент, что цена у нас просто в какой-то момент улетит вниз, и вот здесь вот у меня был психологический стоп, когда цена достигла 300 долларов, я вышел. Самое обидное в том, как этот стоп меня забрал. Если посмотреть на Дневник Трейдер, посмотрите, в самый-самый пиксель-пиксель меня забирает, и дальше цена, именно после того, как меня слизывает, такое ощущение, что был единственным игроком рынка, это просто какой-то закон подлости. Давайте посмотрим даже 15-ти минутку. Вот здесь меня забирает по стопу, и дальше цена улетает просто в космос. Очень обидный трейд, потому что логика была понятна мне, и я вышел просто, когда увидел психологический стоп в минус 300, но если посмотреть с моей точки входа, куда я планировал, цена улетела на 50%. Но именно по этой сделке, именно по этому трейду и был совершен основной убыток, потому что я с нее слишком верил, я пересидел эти 300 долларов, точнее не пересидел, я их зафиксировал в убыток. Именно поэтому неделя была закрыта в минус. В целом, наверное, три сделок за неделю было у нас на откатах, три сделок была у нас на каких-то заколах и пробоях, и три сделок была идейная. Собственно, самые интересные сделки я рассказал, потому что многие из вот этого вот общего объема сделок, они не интересны, слишком короткие, движения там никакого нет. И я в данном видеоролике постарался рассказать какие-то интересные сделки, именно рассказать логику, что происходит в моей голове, когда я принимаю в первую очередь идейные точки входа для какого-то потенциала на разворот, с точки зрения каких-то там разворотов тренда и так далее, и так далее. Поэтому я надеюсь, что данное знание будет для вас полезным. Ну что ж, друзья, спасибо всем за ваше внимание, до новых встреч, торгуйте аккуратно и все будет у нас с вами хорошо. До новых встреч и пока!